МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Региональном центре развития бизнеса стартует цикл тренингов. Мероприятия рассчитаны на тех, кто ведет или только планирует начать собственное дело. К концу рабочей недели в Ненецком округе ожидаются снегопады и метели, а с 18 января в регионе установится морозная погода. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирина Никешина. Здравствуйте! Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский и сенатор от НАО Ольга Старостина обсудили вопросы совместной деятельности. Член Совета Федерации заявила о готовности активно продвигать интересы региона на федеральном уровне. Ольга Старостина рассказала главе НАО о своей работе в Совете Федерации. Она вошла в состав Комитета по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению и делам Арктики, в Совет по Арктике при Совете Федерации, а также в Совет по вопросам Евразийского женского форума. Это профильные структуры, участие в работе которых позволяет продвигать инициативы Ненецкого округа на федеральном уровне. В настоящий момент, по словам Ольги Старостиной, большое внимание уделяется Советам Федерации национальным проектам. Со своей стороны хочу отметить, что большое внимание Совете Федерации Ненецкого округа уделяется как раз именно тем темам, которые непосредственно решаются на территориях, регионах. Особенно большое внимание сейчас уделяется национальным проектам. И Валентина Ивановна попросила о том, чтобы мы, сенаторы, очень активно в взаимодействии работали с региональными властями в части вот именно по данному вопросу, по национальным проектам. Александр Цибульский, в свою очередь, отметил необходимость совместной работы, особенно в реализации социальной составляющей национальных проектов. По тем 12 направлениям, которые президент обозначил в своем указе, достичь действительно ощутимых изменений, потому что, если посмотреть, это ведь те 12 направлений, которые и составляют каждый день жизни нашего человека. Наша с вами задача, чтобы по каждому из этих направлений люди увидели действительно существенное улучшение своей жизни. Такую задачу нам ставит президент, и мы, конечно, здесь всячески работаем именно исходя из вот этой приоритетной задачи. Губернатор сообщил, что в настоящее время работа по формированию и дальнейшей реализации национальных проектов на территории Ненецкого округа проходит совместно с федеральными министерствами и ведомствами. Жители Ненецкого округа начали подавать заявление на выкуп аварийного жилья. Вступивший в силу с 2019 года, альтернативный механизм расселения граждан из аварийного жилфонда оказался востребован с первых дней января. Напомню, ранее администрации округа утверждена стоимость одного квадратного метра выкупаемого аварийного жилья на 2019 год. Она составляет 60 тысяч 166 рублей. По информации глав муниципальных образований, от жителей начали поступать первые заявления. Так, на данный момент в поселке искателей 8 человек вырезали желание улучшить жилищные условия через механизм выкупа аварийного жилья, не дожидаясь очереди на переселение. Еще двое заявителей есть в Пустозерском сельсовете. Как сообщают в муниципалитетах, жители округа активно интересуются условиями предоставления компенсации и в ближайшее время ожидается увеличение числа заявок. В соответствии с принятыми ранее нормативными документами очередь на получение компенсационной выплаты будет формироваться в соответствии с порядком приема заявлений для постановки на учет и снятия с него. Подать документы необходимо лично в администрацию муниципального образования, на территории которого расположен жилой дом. В мэрии Наринмара обновлен список очередников на жилье. По данным отдела, по жилищным вопросам городской администрации в очереди состоит 934 семьи. По сравнению с прошлым годом очередь сократилась на 194 пункта. Кроме того, 80 человек в 2018 году пополнили список очередников. С обновленным списком очередников можно ознакомиться в городской администрации или на официальном сайте муниципалитета в разделе «Очередь на жилье». Стоит отметить, после постановки в очередь нуждающийся должен раз в три года проходить перерегистрацию, подавать документы о финансовом положении и условиях проживания. Дополнительную информацию горожане могут получить в отделе по жилищным вопросам городской администрации. Зимник Наринмар-Тельвиска могут открыть в ближайшие дни. Как сообщили ранее в Департаменте строительства ЖКХ, энергетики и транспорта НАО, основные работы уже завершены. При положительном решении спецкомиссии дорога может открыться уже 11 января. Совпадают ли эти сроки с реальным положением дел, узнаете из материала моих коллег. Это четвертый километр пока еще не достроенного зимника до Тельвиски. Работа здесь буквально кипит. Тяжелая техника ровняет дорожное полотно. Когда дорогу более-менее выровняют, начнется этап проливки. Далее вишкование и установка недостающих дорожных знаков. Работы по обустройству временной ледовой трассы, которая свяжет Тельвиску с окружной столицей, планируют закончить к 14 января. 4 километра 120 метров – это получается у нас готовность 100%, а уже где-то полтора километра у нас готовность 90%. А так сейчас в данный момент идет проливка, проминка и вишкование в этом плане. Практически готовая переправа через реку Казенная Виска. Сейчас подрядчик завершает работы по намораживанию. Толщина льда 60 сантиметров, что позволит пропускать технику весом до 20 тонн. Сдать объект должны были еще 20 декабря. Но из-за теплой погоды подрядчик не уложился в сроки. Подрядной организацией данный срок не выдержан. Во-первых, по погодным условиям. Во-вторых, на сегодняшний день работы еще не завершены. В ближайшее время планируем все-таки закончить работы по устройству зимника и запустить его в эксплуатацию. Как пояснили в централизованном стройзаказчике, для удобства автомобилистов ширина дорожного полотна составит 9 метров. Шесть проезжая часть по полтора метра обочина. Общая протяженность зимника на Тельвиску почти 6 километров. Пропускная способность временной дороги до 150 автомобилей в сутки. По условиям контракта движение по зимнику будет открыто до 30 апреля. Любовь Пермякова, Алина Выучейская, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Свыше 130 цифровых ТВ-приставок выдано в НАУ жителям с низким доходом. Речь идет об одиноко проживающих гражданах или семьях Нинецкого округа, средний душевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе. На сегодняшний день прожиточный минимум в НАУ составляет 20 460 рублей. По данным отделения соцзащиты населения НАУ, из закупленных за счет бюджета округа 553 цифровых телевизионных приставок на данный момент выдано 136. Напомним, для того, чтобы получить приемник, необходимо обратиться с заявлением непосредственно в отделение соцзащиты или в многофункциональный центр. Кроме того, заявку можно подать посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг. Оборудование выдается единовременно из расчета один приемник на семью или одиноко проживающего гражданина. Для получения данной государственной социальной помощи также необходима копия документа удостоверяющего личность, сведения о составе семьи и о доходах всех членов семьи за три месяца предшествующих дате подачи заявления. От неработающих граждан потребуется копия трудовой книжки и сведения из центра занятости. Помимо этого, необходимы документы о принадлежащем членам семьи имуществе на праве собственности и копии актов гражданского состояния. Напомню, начиная с февраля текущего года, согласно графику Минкомсвязи, в России начнется поэтапное отключение аналогового вещания. Что касается Неницкого округа, то переход на цифровое телевидение в регионе должен произойти 3 июня 2019 года. 106 семей НАУ стали получателями президентских выплат на первенцев в 2018 году. Всего отделения соцзащиты населения НАУ было подано 132 заявления на получение ежемесячных выплат на первого ребенка. Напомним, федеральный закон на введение ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка, инициированный и подписанный президентом России Владимиром Путиным, начал действовать с января прошлого года. Выплаты на первенца, рожденного в 2018 году, назначаются региональными органами социальной защиты населения в рамках федерального финансирования. Как отмечают в профильном департаменте, право на выплату имеет семьи с доходом не более полуторакратной величины прожиточного минимума на каждого члена семьи, то есть 32 766 рублей. В Ненецком округе размер социальной поддержки при рождении детей является одним из самых высоких в стране и составляет 21 973 рубля. Заявление о назначении выплаты подается в отделение социальной защиты населения напрямую или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в мои документы. Обратиться в отделение соцзащиты необходимо не позднее, чем через 6 месяцев со дня рождения ребенка. Ежемесячные выплаты выплачиваются до достижения ребенком полутора лет. В Ненецком округе завершается убойная кампания. Общий план оленеводческих хозяйств по заготовке мяса оленины выполнен на 91%. По состоянию на начало января на убой направлено свыше 37 тысяч голов оленей, произведено чуть более 1 тысячи тонн мяса. На сегодняшний день убойная кампания продолжается в кооперативах «Рассвет Севера», «Индиго», «Дружба народов», а также в семейных родовых общинах поселка Нальминос. Помимо СПК «Дружба народов», все перечисленные хозяйства планируют завершить убойную кампанию до конца января. На территории округа в этом сезоне в кампании были задействованы 14 хозяйств. Одно из них – крестьянско-фермерская, а также семейные родовые общины. В период с 22 октября прошлого года по 1 февраля текущего года планируется сдать на убой свыше 40 тысяч голов северных оленей, получив примерно 1250 тонн оленины. Что касается мясопереработки, то основным окружным переработчикам сырья, акционерным общества «Мясопродукты» на данный момент закуплено 227 тонн мяса. Напомню, на доставку мяса к месту переработки для окружных предприятий предусмотрена компенсация транспортных расходов в размере 99% от затрат. На эти цели в бюджете округа на этот год запланировано порядка 18,5 миллионов рублей. В Нинецком округе завершена вакцинация населения против гриппа. Как сообщили в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения, за период прививочной кампании с августа до конца декабря 2018 года в округе вакцинировано почти 20 тысяч жителей, в том числе 8 тысяч детей. В целом привито 45,2% населения, подлежащего иммунизации. Таким образом, план иммунизации против гриппа выполнен в полном объеме. Как отмечают в профильном ведомстве, прививка от гриппа является самым эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений. Средний срок формирования устойчивого иммунитета к гриппу у человека – от 10 дней до 2 недель с того момента, как вакцина попала в организм. В Роспотребнадзоре ПАНАУ сообщает, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе ожидается в период с конца января по март. В региональном центре развития бизнеса стартует цикл тренинга федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, которые будут проходить в течение 2019 года. Мероприятия рассчитаны на активных граждан для тех, кто ведет или только планирует начать собственное дело. 1 февраля пройдет первый тренинг под названием «Генерация бизнес-идеи». Как отмечают организаторы, мероприятие позволит участникам научиться определять успешные бизнес-проекты и создавать идеи для собственного дела. Бесплатный тренинг «Генерация бизнес-идеи» начнется 1 февраля в 14 часов в Центре развития бизнеса. Желающие стать участниками могут предварительно зарегистрироваться или подойти непосредственно к началу мероприятия. Тренинг «Генерация бизнес-идеи» проводится по программам федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Тренинг рассчитан для граждан, желающих организовать свое дело, для граждан, которые начинают вести деятельность, или для действующих предпринимателей, которые хотят найти какую-то новую идею, как-то трансформировать свой бизнес. Ну, собственно, цель тренинга ясна из его названия, то есть будем генерировать бизнес-идеи, будем их оценивать, что немаловажно, и будем выбирать наиболее подходящую из нескольких идей. Кроме того, 8 февраля в Центре развития бизнеса стартует традиционная азбука предпринимателя. Пятидневный курс рассчитан для начинающих предпринимателей и поможет самостоятельно разработать бизнес-план и определить его коммерческую эффективность. Ненецкое профессиональное училище стало лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная организация 21 века Лига лидеров-2018». Его директору вручили знак «Эффективный руководитель-2018». Данное мероприятие прошло в рамках ежегодной Невской образовательной ассамблеи. Также НПУ на 7-м Всероссийском образовательном форуме было признано лауреатом конкурса «100 лучших организаций среднего профессионального образования России». Кроме этого, образовательное учреждение стало лауреатом Всероссийского национального конкурса «100 лучших образовательных учреждений Российской Федерации-2018». По словам руководителя образовательного учреждения Галины Медведевой, эти награды – результат слаженной работы всего коллектива в течение года. Повысить качество образования помогли работа многофункционального центра прикладных квалификаций, социальные и партнерские отношения с работодателями региона. Также на результаты конкурсов повлияли хорошие результаты регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia-2018», где студенты НПУ выиграли в номинации «Поварское дело» и хорошо показали себя в квалификации «Электромонтаж». За победу в первом конкурсе училище включено в сотню лучших учреждений среднего профессионального образования, а во втором – в топ-100 среди всех образовательных организаций. Необычный подарок на Новый год и Рождество получили жители Ненецкого округа. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии поздравили граждан с праздниками и вручили им буклет из полезной информации по вопросам безопасности. Целью акции стала обеспечением безопасности жителей Ненецкого автономного округа во время новогодних праздников. Из буклетов с яркими иллюстрациями они узнали о том, как защитить свое жилище, автомобиль и другое имущество от преступных посягательств, а также о том, как избежать происшествий при обращении с пиротехническими изделиями и охотничьим оружием. Заключительным этапом акции «Безопасный Новый год» стала раздача буклетов посетителям рождественской ярмарки. Практика показала, что ценные советы оказались полезны для граждан. Все массовые мероприятия в новогодние праздники завершились без происшествий. Те, кто по какой-то причине не успели получить буклет, могут скачать его на официальных интернет-ресурсах окружного управления Росгвардии. К концу рабочей недели в Ненецком округе ожидаются снегопады и метели, а с 18 января в регионе установится морозная погода. 11 января в акваторию Баренцева моря выйдет активный и глубокий атлантический циклон. С ним на территорию НАУ придут снегопады, сопровождающиеся метелями. Ожидается усиление ветра юго-западного и южного направления. По побережью не исключены порывы до 30 метров в секунду. В дальнейшем, к выходным, влияние циклона постепенно будет ослабевать. Ветер уменьшится до 9-14 метров в секунду с порывами до 20-23 метров. По округу температура воздуха начнет повышаться до 8-13 мороза днем и ночью. В темное время суток на востоке региона до минус 20, на западе минус 4-9 мороза. На следующей неделе в НАУ также будет преобладать циклонический характер погоды. В начале недели ожидаемый ветер южного и юго-западного направления. К концу недели он станет более умеренным и повернет на восток. Погода установится преимущественно без осадков. Предварительно с 18 января ожидается усиление морозов по всему округу. Температура воздуха достигнет 20-25 градусов мороза, местами до 30 и даже ниже. Такова информационная картина к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.